Я читаю тринадцатую главу из первой книги царств. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой во всей стране, возглашая, «Да услышат евреи!» Народ собрался к Саулу в Голгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля, тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли, и расположились станом в Мехмасе с восточной стороны Беф-Овена. Израиль, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и в орвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галатскую. Саул же находился еще в Голгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Голгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, «Что ты сделал?» Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе, тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Голгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Голгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним до шестисот человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Мехмасе. И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цаваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле Израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы и свои топоры и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Мехмасской.